Ну что, ребятки, посчитаю ваш коммент. Поржал. В общем, что я вам скажу на это. Ну, если вкратце, то мне просто насрать. Так, ладно, как говорится, о вкусах не спорят. Например, ну что я вам могу привести к примеру. Давайте так. У тебя страшная жена и жизненная. У тебя тачка, не тачка, а говно. Блин, вы твое говно и так далее. У тебя вообще нет машин, ты на драму ездишь. Значит, ты кто? Правильно. Бомж. Ну и главное, не бомж, ладно, скажем. Ну ладно, ты четыре диска. Ну, хороший человек, ты говно и так далее. Безмолзлый. У тебя зарплата 20 тысяч, ты выкупаешь себе ведро 80-го года, называемый иномаркой. Из этого пытаешься получить панты, типа, дав тебе иномарка, ты крутой, не живи. Ну, мне насрать, понимаешь? Ну, мне насрать на это. Тебе надо насрать, на мое мнение. Мне насрать на твое. Ну, вот так вот. В общем, поговорим. В общем, как вы уже поняли, мне насрать. Просто насрать. Я делаю так, как считаю нужным. Я хочу засунуть писаные колеса в эту машину. Я их туда засуну. В свою выставочную. Так что, опять же, для тех, кто тут пишет всякие комментарии, то, что ну нафиг, как это, что это и так далее. Ребята, ну, у нас без проблем. Пишите, что хотите. Серьезно говорю. Что хочешь, то и пиши. Просто давай так. Когда ты будешь на выставке, и там будет стоять за тачкой, не делай с ней фото. А то и как всегда, сука. По пять человек подходят, и так, и так, и так. И сфоткайте меня, и сфоткайте меня. Все фоткаются. Никто не против. Давайте посмотрим тот же самый в Escoast Customs. Который в Америке. Ребята берут новый Dodge Charger, допустим, 50-го года. И берут Dodge Charger, 69-го года. Отрезают болгаркой, вот так вот, блин, по переднюю стойку и по заднюю арку. У одного кужа, у одного, так сказать, тела. И просто приваривают. Такая безопасность у них нарушена. Вы про них что-нибудь говорите? Да никто мне про них ничего не говорит. Они все делают уже так давно. Но у них получаются такие шелукары, которых вам, говноедам, даже и не сняют. Поэтому, я говорю, я делаю так, как считаю нужно. Насчет усиления. Ну что, арки. Арки, в принципе, это несущая конструкция. Их переваривают, как бы, сколько угодно. Несущая конструкция идет, если смотреть на схему кузова той же самой приоры, идет от крыша стойка, внутренняя арка и ленджерон. То есть, вероятно, и внешняя арка, которую ты имеешь в виду, она, в принципе, как таковой суперсильной несущей конструкции не видит. Если бы это была несущая конструкция, то, когда я поднял бы жопу, таким домкратом по задней пороге, у меня бы жопу просто на всю машину. Делала бы вот так вот. И все. Такого не произошло. Почему? Правильно. Потому что это, может, и фальш-панели. С мордой что будет, я пока еще не знаю. Скорее всего, я просто выпилю стрелы. Ну, так, где-то сантиметров там, получается, на 7-10. Получается, будет арка сделана. Соответственно, под капотом брызговик будет распилен. Ну, все это я тоже проговорю, не варю арки. На данный момент вырезали двери. Заварили арки. Ну, это сейчас все будет дальше. Металл, кстати, самый толстый, что я нашел, это 1,2 мм. То есть, как раз, в принципе, тот же самый металл, что используется и в самой конструкции арки. То есть, призывная панель арки это 0,8 мм, по-моему, если не ошибаюсь, 8 мм, то есть крыло внешнее. А сама арка 1,2 мм. То есть, вот, в принципе, те же самые 1,2 мм. Швы пока делаются первую. Сначала вообще правильно все идет на точке, чтобы подогнать. Все это застукивается. Потом опять уже все варится на сплошное. И потом все проварится с двух сторон полностью на мертвую, чтобы все было как-то... Чтобы все это накрепло точно. Ненадежно по обработке пока еще. Горить ничего не буду, потому что там еще надо будет немножко подделать, опять же, крыло усилить. Ну, в общем, как-то так. А всякие, кто опять же напишет, типа, что ты делаешь и так далее, ребята, давайте сначала так. Сначала вы посмотрите в окно на свое ведро, на котором ездите вы. Сколько вы бабла туда вложили, сколько вы получаете. И самое интересное, что вы сделали там сами. Замена дворников и лампочек не считается. Ну, так что так. Смотрим. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 вот такой вот кресло на уровне порога сейчас это я как бы варил черновой на ту арку там еще конечно все это будет подбито так же под ну в принципе вот оно так пока брутально все это дело будет опять же еще проварено снаружи так же будет проварено все изнутри кстати да металл у нас идет 1,2 миллиметра это для тех кто насчет жесткости переживает потому что так уже в принципе монолит насчет усилений я еще пока думаю скорее всего возможно будет какие то там вот ну в принципе вот вот и все и 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